доброе утречко уважаемые любители рок-музыки но иду на пляж но по пути хочу зайти на завтрак на шведский стол посмотреть как они тут умеют все-таки турки проектировали можно не переняли у них потрясающие по разнообразию шведские столы посмотрим сейчас ну а заодно хочу показать вам вот всю красоту эти царские люстры расцвета османской империи вот эти колонны пойду верблюдика поглажу с вашего позволения конечно видите помещается тут и верблюдик тут просторы это не вам не офис где-нибудь в подвале красота простор но я помню нашу академию наук меня знаете что он поразило больше всего в академии наук а то что туда заходишь а там кабинета небольшие у людей которые занимаются работы а громадные холлы и просторы меня вот этот бессмысленность экономической тогда так удивило честно когда первый раз то попал мне до сих пор удивляет здесь нет здесь это уместно потому что это красота люди приехали отдохнуть посмотреть полюбоваться наслаждаться видами а там это просто был будешь для меня честно расшок ну вот пришли сейчас пойдем это правильно там где надо обязательно одевать ну все погнали сейчас посмотрим что в этом забель сарае предлагают уважаемым людям на завтрак а в этот сарай приезжает только уважаемые люди причем со всего мира ну и конечно же после того как закрыли турцию сюда свозят уважаемых людей и из россии имевших неосторожность приобрести туры в любимую турцию многим не удалось попасть на берег турецкий рвались туда но не удалось клетущий коронавирус одно только успокаивает что этот отель строили турки поэтому частичка любимой россиянами турции есть и здесь в виде прекрасного антуража эпохи рассвета османской империи сейчас мы посмотрим а научились ли арабы шведские столы для уважаемых людей устраивать как это делают турки в своих отелях all inclusive турки всей планете продемонстрировали как надо побеждать в конкурентной борьбе за туриста туда в турцию даже избалованные американцы начали ездить не говоря уже об экономных немцах и расчетливых шведах ну а про русских и говорить нечего все поехали в турцию а где вы еще за относительно небольшие деньги получите все удовольствия разом и в неограниченном количестве даже в трех звездных отелях сочи вместе со всем черноморским побережьем кавказа рыдают провожая туристов на берег турецкий всхлипывает утирая скупую мужскую слезу и крым машаем синим платочком во след а нечего ценность задирать не по уровню сервиса ладно что это я все про турцию может тут еще лучше чем в турции давайте смотреть что здесь дают на завтрак ну что хочу сказать здесь в целях безопасности санитарной ты не можешь сам брать еду ты указываешь что тебе подают люди поэтому пойдемте выбирать я возьму полу салатика цветом рыбки закусок выбор богаты рыба и соленая и горячо копченая и холодно копченая и маринованная мясные закуски тоже в приличном ассортименте и бастурма и суджук и хамон и ветчина и вареная колбаса и копченая сыра тоже много и мягкие сорта бри и моцарелла фета и полутвердые сливочные типа альтермани гауда швейцарские с плесенью и твердые сыры мазда моменталь и пармезан но в основном как и везде сыры из коровьего молока но есть сыры и из козьего молока и из овечьего солености и маринадов тоже большой выбор и маслины и оливки и различные перцы и помидоры и огурцы свежие овощи конечно же представлены в полном привычном спектре в общем в закусках не подкачали горячее блюдо опять-таки большой традиционный выбор и каши и супы в том числе крем супы и рыба и мясо и сардельки и сосиски и яйца в крутую и всмятку и готовый омлет что касается гарниров выбор также очень большой и различные крупы и макароны и разнообразный рис и два повара готовят по заказам публики яичницу либо омлет с индивидуальным набором ингредиентов соки только свежевыжатые как и подобает пятизвездному отелю и большой выбор десертов и фруктов в том числе восточных экзотических для нас но вкусных хочу еще добавить что на ужин десертов подают намного больше под это дело здесь сервируют целый отдельный зал так что по части десертов на ужин здесь не хуже чем в турции и еще здесь очень богатый выбор различных восточных приправ стоят прямо в мешках бери и ешь сколько хочешь столпотворение возле них я не заметил но антураж создают прекрасный сразу чувствуется восточный колорит напомню всем что первые пряности привезли в европу именно с востока из индии и из арабии и стоили они тогда очень дорого на вес золота говорят что в прямом смысле этого слова ну а сейчас это прекрасный антураж но не все так хорошо как хотелось бы из-за пандемии коронавируса туристов к блюдам не подпускают специальные официанты кладут клиенту на тарелку то что он попросит это конечно же очень санитарно-гигиенично но слегка замедляет скорость обслуживания так чтобы тебе нарезали свежий арбуз нужно простоять в очереди минуты три и минут пять-семь придется простоять в очереди за глазуньей или омлетом по индивидуальному заказу но здесь причина не в пандемии просто два повара для приготовления омлета и яичницы на такое количество людей на мой взгляд маловато и еще кофе здесь надо заказывать а несут его как-то неприлично долго успеваешь и завтрак съесть и десерт но тем не менее все вежливо чисто свежо и выбор практически не уступает турции закусь взял предлагающие сюда но еще надо обязательно взять сок зато они как и заказать копии себе вот тут только так грейпфрут елена вам вам что orange and orange пойдемте тосты произносить уважаемые любители музыки ну завтрак готов я надеюсь меня здесь не заставит похудеть вот почему-то опьет в это верю просто останетесь есть вера во мне есть живет она во мне но она борется с другой вот такой особенностью моей организма моего который хочет похудеть что победит не знаю но сегодня в первый день отдыха побеждает моя любовь вкусной еде оттолкнись сейчас ру группа соберется и начнем произносить тосты ну что вы уважаемые любители розы музыки вы знаете я как русский интеллигент без тоста особенно с утра помните я вам как-то пел песенку высоцкого утром отрезвляющий утром отрезвляющие очень ободряющих и сижу в пока еще гимнастика вот здесь отрезвляющая завтрак ну мы же не пьем это я шучу но что хочу сказать жизнь прекрасно вот 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 это я хочу сказать и удивительно не перестаем удивляться каждый раз проезжаем в отель думаю чем тут нам испортит настроение а тут не испортили сразу удивление приятное вот я хочу выпить за такие приятные удивления открытие какое у нас здесь совершилось в этом отеле джумейра забель сарай вот давайте за приятное открытие в этой жизни чтобы было побольше чем неприятных неожиданностей вот за это давайте а а начну я пробовать знаете что их местные дранички я шахол я же без драников не могу а тут дранить посмотрим как они умеют умеют ли они делать хохлядское знаменитое блюдо умеют но я его дополню соленой скумбрией подкопченой не так сочетаются хорошо картофель и скумбрия подкопчено соленая нужно хочу сказать хорошо сочетаются скумбрия великолепно сейчас попробую омлетик умеют или нет луком с помидорами и с грибами ночью он просто не соленый так там все хорошо поэтому лучше разбавить его соленой скумбрией и маслинчиком хорошо хорошо а теперь посмотрим а умеют ли они делать колбаски и сосиски не хуже чем в москве в москве умеют особенно клинский комбинате хорошее делает хорошо ну что добрались до бекончика я попробую не пересушили ли она в меру в меру в меру чуть подхрустывает несколько жирного слеса как и положено ему быть вкусно ну что уважаемые любители рок-музыки пора подводить итог этому пиршеству в общем ресторане который главный у них империал где проходят завтраки по системе шведский стол все вроде бы красиво из санитарной гигиена но некоторые блюда у меня вызвали вопрос какие рыба была пересолена скумбрии 1 маслины были сильно пересоленные это 23 что из минусов вот этот кофе несли больше получаса мне вот только принесли я уже сижу сижу жду принесли хер попробую скажу вам как походу горьковат вот так бы я сказал горьковат вчера мы прилетели нас угощали лаунжи в клубном у нас клубные путевки мы можем завтракать обедом здесь где захотим но у нас еще клубный лаунжа там был кофе отличный здесь он горький так что в итоге краткое резюме вот этому ресторану вот этому шведскому столу этому завтраку и этому отношению к публике когда ты больше получаса ждешь кофе но вы знаете что волосчику из да очень тяжело испортить настроение мне это пытаются делать ноги хейтер они будут сейчас как обруга и волосчик спрячется под лавку не ребята этот номер не прокатит мне тяжело испортить настроение и поэтому несмотря на вот это все что сегодня я вам рассказал у меня всегда радостное настроение а еще знаете почему но радостное радостное но потому что в этом пятизвездном очень крутом отеле основная масса туристов основная масса публики это русские люди а это говорит о том что россия крепнет богатеет становится реально опять восстанавливается позиции мировой державы вот это меня очень радует и поэтому я хочу еще разок тост поднять за россию матушку за нашу ненаглядную дай бог нам процветания всем давай из жизни русской профессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу 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 валащу